Всем привет! По многочисленным просьбам подписчиков, сегодня мы построим робота без всяких инструментов и которого можно построить на телефоне. В этом роботе есть мои идеи из зарубежных ютуберов. Этот робот очень простой, нужно просто быть внимательным и повторять всё за мной. Ребята, помогите мне собрать как можно больше лайков. А если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь и будет много интересного. Этот робот очень функциональный, на нём можно ходить, летать и преодолевать разные препятствия. Обязательно напишите в комментариях, получилось ли у вас сделать такого робота. Если у вас есть свои интересные постройки, которые вы придумали сами, отправляйте фото и видео в дискорд и мы сделаем ролик. А если у вас есть инструменты, то вы можете сделать декор, как я. А перед тем как начать туториал, давайте посмотрим на что он способен. А сейчас мы с подписчиками пройдём билд-бот. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всё, всё сказали. Всё, поехали, побежали. Блин, я не понял. Я хочу не ход обогнать. Давайте проходим билд-бот, быстренько. Ничего не взявляем. Здесь перепрыгиваем. Перепрыгивайте. И чё? Чё случилось? Я за карту улетел, нормально. Молодец. Кто погиб, тот погиб. Я ещё не погиб, я бегу на крючу. А ты наверху? Мы ока... А, съешьте опять конфетки у нас 10. Ааааааааааааааааааааааа. Во второй раз уже сделал это. Ты чё не... Кто сказал, что я погиб? А я уже вижу ухо, он уже дайко ушел. Я на уровне с ниндзя. Я тоже, давайте сюда. Я вижу, я вижу. Армия ухов бежит. Я уже иду. Ой, блин, немножко пыльного. Ухо, что то, что недалеко. О, блин. А это что такое скример? Знаете, что такое скример? Ну так скажем, немножко. Я почти догнал вода 4. Вы знали? Мы закадровываем потом. Я ухо, Геймс. И кстати, ваш Класса тоже видел будет. Мне вообще группа оторвало. У меня пылинки нету. Ты за что? Да, все, я с тажоком. Я уже бегу. Да, в лабораторию. Да нет, мы сегляли не вообще. Ухо, Геймс, а хочешь, я спрошу прикол, почему он тебя убивал? Потому что ты самый последний был. Да? Ну я не сказал. Ну, обычно молния бывает самого последнего. А если ты там один пыли, что он 100% будет атаковать? Чё, Геймс? Да и вы, новые ухи, мы вообще-то жизнь здесь пережили. Одному ногу вывернуло, одному руку оторвало. Вы чё такие целые? Я вас буду ждать. Да-да. Ребята, смотри, мы уже до последнего уровня добавились. Ребята, если вы знаете блогера, с которыми я сейчас снимаю, напишите в комментариях. Я не знаю, как того по лайкам. Затем временем мы идем дальше сокровища. Я лайку тех, кто первый пришел. Ну чё, готовы? Ужок в бездну длина. Поехали. У меня конфеты закончились. У меня конфеты не есть, а у меня почему-то конфетка не есть. У меня просто искрепелишься в этом. Я возьму как раз свой сундук. Вы руки. Ты испуглился в немном свете. Перед началом туториала хочу вам сказать, что вам немного придется изменить свой скин, чтобы у вас работал этот робот. Во-первых, вам придется изменить свое тело, руки и ноги. А именно, нужно отключить любое тело, которое у вас стоит. Вы, получается, станете немного квадратным. Так же делаем с руками и ногами. Теперь заходим в бобу, потом скейл и все параметры должны стоять на 100%. А бобу-тайп слева должен стоять 0%. Это все обязательно. Еще кое-что. Я хочу вам показать, как правильно вводить код, промо-код, который дает вам тортики. Потому что мне постоянно пишут, что код не работает. Просто вы его постоянно неправильно вводите. Сейчас заходим в меню, в настройки, спускаемся в самый-самый низ. Здесь есть коды, да? Пишем по-английски b, сначала с большой буквы, а потом маленькую е. Потом a, потом снова с большой буквы пишем big. Это все обязательно, большими и маленькими буквами. Потом пишем слово v. Ставим f. Но только здесь не пишем, как вы пишете, а пишем два нуля. И потом ставим маленькую букву t. Потом с большой буквы пишем слово print. Получается вот такой вот промо-код. Здесь нули. Не нули, тут нули. Не буква О. Просто вы путаете. Теперь нажимаем reddin и... Ну, я ввел этот промо-код, поэтому мне сейчас не дадут тортики, а вам уже дадут. Еще дополнительный бонус. Видите, у меня этих тортиков много. Ладно, сейчас переходим в туториал. Время туториала. Строить мы будем без инструментов, поэтому мовы сейчас ставим на единичку и отключаем анчорот блок. Ставим деревянный забор и на нем ставим два методических блока. Теперь мовы или перемещение ставим на 0.2 и ставим вот таким вот образом блок. На него ставим еще один и к нему ставим еще один. Получается вот такой небольшой промежуток. Ставим здесь любой другой блок и строим здесь тоже металлическую ногу. Под ней тоже ставим деревянный забор. Удаляем этот блок и здесь ставим два шарнира, как показано на видео, но сначала перемещение ставим на 0.5. Так как мы строим без фиксации, берем масло и ставим его между шарнирами. Вот так должно получиться. Теперь его перекрашиваем в синий цвет. Эта держалка нам больше не нужна. Быстренько строим небольшое тело. Теперь вот смотрите, на втором блоке по центру ставим железный забор. Вот так должно получиться. К нему ставим обычный стульчик, под ним ставим деревянный забор. К этому деревянному забору ставим еще два деревянных забора. Под каждым вот этим забором ставим по одному шарниру. Или как я раньше говорил, пимбочку. Всего ставим два шарнира. Под этими шарнирами ставим по железному забору. Берем масло, включаем у него фиксацию и ставим его под заборами. Не забудьте только снова отключить фиксацию. Эти масляные блоки перекрашиваем в синий цвет. Их нужно подсоединить к ногам, как показано на видео. Я имею ввиду не масло, а железные заборы. Верхние три деревянных забора перекрашиваем в синий цвет, а два шарнира в желтый. Потом узнаете, для чего все это нужно. Теперь нужно еще один важный механизм построить сзади. Сначала ставим деревянный забор, вот таким вот образом, как показано на видео. Теперь берем металлический и ставим его рядом с тульчиком, чтобы он немного в него заехал. Удаляем деревянный. Теперь берем сервопривод, переворачиваем его, чтобы он смотрел вниз и ставим его вот так. На более темной части сервопривода ставим металлический забор вот так. Теперь шаг перемещения ставим на 0.5 и ставим еще два металлических забора. Внимательно посмотрите, как я его поставил. И еще один. Вот так сверху еще ставим один металлический забор. Теперь берем пружинку и ставим ее вот таким вот образом. Ноги мы полностью закончили. Сейчас сохраняем, потом обратно загружаем, это обязательно. Садимся на стульчик, берем тортик. Так, где у меня тортик? А, вот нашел. Ставим его не снизу, а чуточку повыше в персонажа. Смотрите, как я его поставил. Теперь этот тортик прикрепляем с помощью металлических заборов к телу робота. Вот здесь удаляем нижний забор и стульчик. Теперь, начиная справа, удаляем вот эти деревянные заборы синего цвета. И на эти желтые шарниры ставим блоку масла. Как вы поняли, все синие блоки надо будет удалить, а на желтые шарниры нужно поставить масло. Теперь убираем вот эти вот заборы деревянные, вот это масло, все масло, которое здесь есть синего цвета. И вот такая у нас получилась походка. Если у вас не получилось, то пересмотрите этот момент пару раз и поймите, в чем была ваша ошибка. Это единственный на данный момент совет, который я вам могу дать. Перемещение ставим на 2 единицы и ставим по еще одному блоку под ногами и строим ступни. Сейчас быстренько построим голову, а потом я вам покажу, как сделать руки. Сначала перемещение ставим на 0.2, чуть-чуть повыше ставим блок. Теперь перемещение ставим на 2 единицы и рядом с этим блоком ставим еще один блок. Получается такая очень невысокая шея. Теперь здесь строим голову. Вот такую простенькую голову мы смогли построить без рулетки. Теперь переходим к рукам. Сначала делаем плечевой сустав. Ставим там шарнир. На другой стороне зеркально. На шарнире ставим один блок и под ним еще два блока. И также с двух сторон. Получается три блока. Ну это так, для тех, у кого с математикой туго. Чтобы руки у нас не раскачались раньше времени, включаем анчорот блок и ставим здесь масло. И не забудем отключить анчорот блок. Его перекрасим в синий цвет. Шаг перемещения ставим сейчас на 0.5, как у меня. И отсчитываем на заборе 4 единицы. На четвертый ставим. Вот так получается. Раз, два, три, четыре. Я не сначала начал. Раз, два, три, четыре. Ставим здесь по два забора. Теперь отсчитываем три клетки и там ставим по этому шарниру. Получается вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Вы можете отсчитать, а я примерно увидел, куда надо поставить. Теперь очень интересный запуск. Ну конечно, сначала сохраняемся и заново загружаемся. Ну конечно, сначала сами построите декор. Мы с другом решили построить меня. Ну а теперь я давайте вам покажу запуск. Берем и ставим тортик по центру себя. Вот таким вот образом. В моем случае я его подстраиваю там, где у меня эмоция взрыва. Теперь ставим здесь таким образом металлический забор. И здесь повернутый вниз. Теперь шаг перемещения ставим на 0.5. Но сначала удаляем вот эти забор внизу и стульчик. Немножко повыше ставим вот так блок масла. Еще чуточку повыше. Кстати, все это мы делаем без фиксации сейчас. Видите, у меня рука взяла и оттащила масло. Поэтому давайте еще раз. Прикрепим. Прыгать в этой процедуре ни в коем случае нельзя. То есть все сломается. Теперь удаляем вот эти нижние три забора. Синего цвета. И на эти желтые шарниры ставим по блоку масла. Должно получиться вот так. Удаляем синее масло. Еще одно синее на руках. Еще внизу. А также забор. Если у вас не получилось, то попробуйте пересмотреть этот момент пару раз и поймите свою ошибку. У меня все получилось. Руки ходят, ноги ходят. Вот такой вот стать у нас декор получился. На руке вот такой вот меч стоит. Также если прыгать, мы будем подниматься все выше и выше и выше. Хочу сказать огромное спасибо Кримсону. Он мне помог построить декор. Хотя можно сказать, что я ему помогал. А только сделал лицо, футболку, немножко ноги. А кепку, меч, руки, кроссовки он сам сделал. Надеюсь у вас получилось построить такого робота. А наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Ухгеймс. Всем пока. Да и кстати совсем забыл. Если хотите топать быстрее, то можете съесть конфетку. Вот теперь точно все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok